В этой день 6 декабря родились Николай Лосский, русский православный философ, основоположник направления интуитивизма. Характер русского народа – одна из его известных работ. Николай Пименов – выдающийся русский скульптор. Родившись в семья знаменитого скульптора Степана Пименова, Николай был не менее талантливым, чем его отец. Среди художников рос ребенок, начавший лепить раньше, чем принялся за карандаш, а карандашом владевший опять-таки раньше посещения рисовальных классов Академии, отмечали современники. Уже в 13 лет Николай поступил в Академию художеств, как лучший выпускник стажировался в Европе. Итальянскую общественность русский дебютант удивил скульптурой «Мальчик, просящий милостыню», а на родине поразил поэта Пушкина композициями юношей, играющей в бабки, юношей, играющей в свайку. «Слава Богу, наконец, и скульптура в России явилась народная», – заявил Пушкин. И даже разразился бодрым четверостишим по поводу статуи. Юноша трижды шагнул, наклонился рукой о колено, бодро оперся, другой поднял меткую кость, вот уж прицелился, прочь, раздайся, народ любопытный, врозь раступись, не мешай русской удалой игре». Работал Пименов из бронзы. Среди его творений две великолепные скульптурные композиции иконостасов Исаакиевского собора Санкт-Петербурга, «Воскресение» и «Преображение», а также две картины «Христоса» и глава итальянца «Монаха». А еще Пименов был строгим, но справедливым профессором академии, о котором ученик Антокольский вспоминал, он был истинным мастером и поправлял, как никто потом. В этот день 6 декабря 1240 года под натиском монголо-татарского войска пал самый густонаселенный город Восточной Европы – Киев. 6 декабря 1819 года в Санкт-Петербурге было основано Главное инженерное училище, занимавшееся подготовкой инженеров для русской армии. 6 декабря 1831 года был опубликован указ «Государь-император Всемилостивейший пожаловать соизволил состоящего в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел, коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники». 6 декабря 1909 года состоялось открытие университета в Саратове. Особую роль в жизни государственных деятелей Столыпиных сыграла Саратовская губерния. В ней находились их родовые земли. Благодаря активной деятельности губернатора Саратовской губернии Петра Столыпина в Саратове забурлила жизнь. Начались телефонизация города, асфальтирование улиц, прокладка газового освещения. С большим нетерпением горожане ждали появления своего университета, о котором безуспешно ратовали еще с середины 19 века. После назначения на должность премьер-министра Российской империи Столыпин начал активно лоббировать строительство вуза. И вот уже через два года пригласил императора Николая II на открытие первого факультета медицинского. «Поскольку 6 декабря Николин день, то есть именинный государь императора, то неблагоугодно ли будет в день и вот из-за именинства, совпадающий с днем открытия нашего университета, даровать имя своего монарше Саратовскому университету», особо подчеркнул в телеграмме на имя государя первый ректор вуза Василий Разумовский. Для того, чтобы случайно не обращать праздничное настроение никому из саратовцев, полиция пошла на хитрость. Она на сутки посадила в тюрьму всех карманников к самовару с пряниками и баранками. «Я уверен, что жизнь нового университета потечет нормально, что молодежь займется делом. Вот высокая задача для университетского города. Сделайте нашу молодежь патриотической. Развейте в ней чувство здорового, просвещенного патриотизма», — подчеркнул в торжественной речи Столыпин. 6 декабря 1917 года Финляндия объявила об отделении от России. Кровопролитная Первая мировая война народа Финляндии не коснулась. Несколько сотен добровольцев финнов вступили в ряды императорской армии, а после получения боевого опыта чаще перешли на немецкую службу. Временное правительство Советов не возражало против автономии Финляндии, но выступало против ее полного отделения. Ситуация поменялась после выборов в Сейм в октябре 1917 года и одновременно с тем громыхнул в имперской столице Октябрьский большевистский переворот. В одностороннем порядке финский Сейм провозгласил страну независимым государством, а 31 декабря Финляндия официально перестала быть частью уже несуществующей Российской империи. 6 декабря 1929 года НКВД СССР принял с грифом совершенно секретно постановление. Запретить совершенно так называемый трезвон или звон во все колокола. При сокращении колокольного звона колокола должны быть сняты и переданы в государственные учреждения. Таким был этот день 6 декабря.